Ну что, дорогие Илья, итак, поэтому праздник вот очень удивительный, интересный, очень символичный. Готовы читать? Послание Юга, досчитываясь сегодняшний отрывок, он, правда, не до конца. Мы не осилим опять все послание, оно всего 25 стихов. Это было написано 30 лет спустя, после воскресения Христа в Европах, буквально за лет 6-7 до разрушения Иерусалимовского храма, написано это послание. Теперь смотрите, кратко скажу вам, что здесь в самом начале, в самом начале его послания, он представляется, Иуда, как раб Иисуса Христа и брат Якова. Интересно, что мы выясняли в прошлый раз, почему он называет себя братом Якова, что за Якова, почему рабом Иисуса Христа себя называет. Если вы помните Иван Гритана, Иисус говорит, я не называю вас рабами, называю его друзьями, потому что раб не знает, что делает господин его, а вы же друзья мои, потому что вы что, прибыли со мной во всех моих напастях, и я вам все рассказал, вы все знаете. Кто был первым другом вообще у Бога, назван в Писании, кто, помните? Правильно, Абрам. Потому что поверил Богу, и это изменилось ему в правильности. Отлично. Почему апостолы называют себя в итоге, названное сначала Иисусом Христом, друг и друзьями, называют себя рабами? Кто, как думает? Кратко, лаконично, сестра Таланта, Николай, уступает. И вот сидит, как Христос учил в Евангелии, но он заметил, что он возвышает себя, унижает себя возвышает себя. Апостол Пётр говорит, что я раб Господа, и наш раб, нас всех, учителем, я всем поработил себя. Да, Павел же говорит, да? Да. Для всех, для нас, как всех, чтобы привести хотя бы некоторых. Если что, я тоже унижил себя. То есть, мысль какая, почему апостол называется рабами? Апостол Пётр, пусть вы после небес. А что вы возвышаете, а унижится? Помните, я вам рассказывал про юбилей, да? И про рабов? И это слово «раб» я вам тоже описал в прошлый раз. Согласно законам, каждые семь лет евреи должны были отпускать всех своих рабов на свободу из евреев. Каждый 70-й год, вернее, 50-й год и 49-й, 50-й год должны были евреи что делать? Возвращать недвижимость, землю, прежнему владельцу. Также отпускали все рабы. То есть, походу, каждый 57-й год, соответственно, 49-й тоже. И этот год назывался 50-й юбилейным. И Господь Иисус, когда Его призвали в синагоге читать пророк Исаии, дали Ему свиток, Он открыл Его и стал читать. Сказал, «Дух Господний нам нет, ибо Он послал меня благовестовать нищим всем, кто не в свободе провозгласить света Господня благоприятна, отпустить измученных на свободу». Помните? И говорит, закрыв свиток, отдав Его служителя, Он говорит, «Исполнилось сегодня Писание сие». И в синагоге все удивились. Как это исполнилось? Что это значит? Потому что в тот момент год был не очень юбилейный, да? Они бы знали. И вдруг Он говорит, «Исполнилось Писание сие». Правогласить, «Я так Господне благоприятна». Когда Он говорил о царстве, когда Он говорил о том, что Он пришел к Своему и Своему не пределил. Какой царство Он имел в виду? Почему с Никодимом Он разговаривал, Никодим Его не понял, но о чем дело, Андрея-то? Почему, когда и ученики к Иисусу подходят в первую главе деяния, не в это ли время восстанавливаешься Господи царство в Израиле? Он говорит, «Не ваше дело знать временовые строки, которые Отец положил в своей власти». Да? Почему Его не понимали, когда Он говорил о Царстве Небесном, о Царстве Божьем, вообще-то, потому что Он Царь и так далее. Какого царства они ждали, и какое царство пришло? Друга не было. Земного царства ждали. Сейчас тоже многие не понимают, даже иные духа. Вот я тебе что скажу. Ждали, что Иисус придет и освободит их от рабства. Ждали земного царства, прежде всего. Помните, в разговоре с Плантином Пилатом, Иисус сказал, что если бы Мои служители, Мое царство было до того мира, тогда что бы случилось? Мои служители, Мои слуги не предали бы Меня тебе, но от ныне царство Мое не от века сего, не от мира сего. Да? То есть принцип очень интересный, о котором Николай сказал, о котором мы знаем, что всякий возвышающий себя унижен будет, всякий унижающий себя возвысится. Кто хочет быть первым, да будет последним, кто хочет быть больше, да будет всем слугой. Правильно? Поэтому Иуда, который здесь, он перечисляется, в прошлый раз мы Евангелие с вами открывали, где перечисляются имена четверых братьев, Иисуса, перечисляются, упоминаются сестры Иисуса, которые были, и которые при жизни в Иисуса верили или нет, когда Он служил на земле? Нет. Нет. Помните, однажды они пришли искать Его и стояли вне дома, а Он был внутри, и по причине многолюдства они не могли войти внутрь, они поэтому послали людей, и извести, что тебя ждут снаружи, да, мать, сестра и братья твои, выйди к ним. Иисус задал вопрос, кто мне мать и сестра и братья? Кто? Те, кто слышат Слово и исполняют Его. Те, кто меняет брат и сестра и мать. Так вот, в число тех, кто слышат и исполняет, ни Иуда, ни Яков, в послание которого мы читаем, будучи физически родственниками Христа, да, у них были разные отцы, и одна и та же мама, и они не верили в Него при жизни, но приняли Его уже потом, когда Он воскрес из мертвых, когда родилась церковь. И Иуда пишет это послание, будучи братом Иисуса, сводным, да, подобной мамой и разными отцами, и, естественно, Он приобретает некий авторитет. Но этим авторитетом, Он, знаете, не машет перед всеми, как красной тряпкой, говоря, что, смотрите, между прочим, я, если что, брат Иисуса. Вы не забывайте, я с Ним вот под одной крышей вырос, да, мы с Ним одними игрушками играли, если что-то. Он называет себя рабом, не братом, а рабом Иисуса Христа и братом Якова. Дальше Он говорит приветственное слово, которое вы также просто раз прочитали, и сегодня читаем с третьего стиха. И, как минимум, до шестого. Возлюбленные, имея все усердие, писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвизаться за веру, однажды переданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к этому осуждению, нечестивые обращающие благодать Бога нашего в повод к роскутству и отвергающие единого владыку Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил, и ангел, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдая в вечном узах, под мраком, на суд великого дня. Какое было желание у брата Иисуса Иуды в написании этого самого послания? Какой был начальный посыл? Как вы видите в третьем стихе? Смотрите, что там он говорит. Сначала он, говорит, имел одно желание, но потом его переменил. Согласны? Видите это или нет? Еще раз, смотрите. Возлюбленные, любимые мои, имея все усердие писать вам о Боге на спасении, фактически он хотел писать очень позитивное послание, очень жизнеутверждающее, поддерживающее, утешительное, радостное. А в общем, для нас всех спасение, о спасении мы много говорим, буквально на днях у меня была переписка с одним человеком, который также говорил о спасении, но почему-то он говорил о спасении все время вне Иисуса. Он говорил о спасении, о неком учении, о системе, о том, что можно потерять, не можно потерять, вписано в книгу жизни имена наши, или они потом подтираются, может они крандашом вписаны, а потом ластиком Иисус вытирается, когда уже жизнь человека заканчивается, он смотрит на итоге жизнь, ну все, недостоинно оказался, вытираем. А так было вначале хорошо написано, да? На самом деле, я этому человеку очень просто старался объяснить, что мы читаем 7 главы Матфея, Иисус говорит, «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, и твоим именем мы пророчествовали, чудеса многие творили и так далее, и тому подобное». Иисус отвечает вам удивительные вещи. Он говорит, «Отойдите от меня, делающий беззаконник, я никогда вас не знал». Странно. То есть они именем Иисуса исполняют чудеса различные, изгоняют бесов, пророчествуют. То есть, казалось бы, ну, функции церкви выполняют. То есть они же именем Иисуса провозглашают, его именем же они это делают, правда? Это делается известно. Пророчества, Божьи слова, Божьи желания оглашаются на будущее. Но при этом как можно в ответ на эти хорошие, положительные дела услышать вот такой приговор? Я никогда вас не знал, это видят меня, делающие беззаконник. В чем беззаконник состоит? Почему это беззаконник? Они же были уверены, что они знают Иисуса, правда? Они не смогут войти в Старство Небесное? Я вас не знаю. В чем секрет? А кто не поиселям говорил? Нет. В тот день, говорит, многие скажут мне. В будущем? Есть варианты? Гораздо проще всего найти именно в Писании на Божьем Слове. Мы читаем во второй главе книги Откровения первой из семи посланий Церкви и Эфесской Церкви. Помните, говорили в прошлый раз? Он же хвалит Церковь вначале. Хвалит? Добрые вещи говорит. Да? Давайте их прочитаем. Коротенькое это послание во второй главе Откровения, когда он, Ефесской Церкви, Иисус говорит. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолом, а они не таковы, и нашел, что они лжицы. Ты много перенес, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал. Ну, разве это не цель жизни любого христианина? Разве вот эти два стиха не то, как должна быть жизнь христианина? Разве нет? Но следующий стих начинается с протерительного союза «но», но имея против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Насколько это вообще серьезно? Оставить первую любовь? Это не первая любовь парня, девушки, что ли, да? Совсем не первая в этом смысле, не первая по очереди, потому что первая человек, которого я люблю, это моя мама. На земле на этой, правда? Потом я папу узнавать начинаю, потом я начинаю любить свою семью, ближайших своих родственников, кого знаю, своих друзей и так далее. И вдруг на моем пути в 20 лет моего возраста возникает Иисус и Господь, я начинаю его любить не так, как родителей, не так, как своих родственников, по любой линии, да? Начинаю любить Иисуса больше и выше всех остальных, потому что его любовь должна быть первой не по очереди, а по значимости. Согласны? И вот насколько это серьезно, как вам кажется, серьезно или нет, если ты оставил или подвинул на второй план, или на последнюю очередь оставил первую любовь твою, ну-ка говори, о чем вообще говорит Иисус. И вот, и так вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. Смотрите, что Господь во втором и третьем стихах перечисляет и дела, да или нет? Он дела перечисляет. А здесь говорит, покайся, твори прежние дела, потому что в прежних делах было сочетание первой любви и дел. было сочетание глубоких, очень трепетных отношений со Христом. Но в тот момент, когда церковь приходит к определенному пониманию и самоощущению зрелости, она уже не считает себя должной на слезах каяться и на колени бросаться и признаваться Иисусу в любви. Даже на эмоциональном уровне мы, может быть, начинаем стесняться этих вещей, когда мы думаем, что мы достаточно много знаем и нас не нужно как унадвенцев учить и нас никакая Божья любовь больше не удивляет. Мы и так знаем, все хорошо. И мы начинаем делать какие-то вещи чисто на автомате, по привычке, по традиции, просто потому, что надо и так у нас заведено, по-другому я не умею. Человек начинает жить, как говорят, без огонька. Он перестает источать в глубухом Христову. Это очень печально наблюдать. И очень радостно наблюдать тех, кто спустя многие-многие годы продолжает оставаться, как люди говорят, вот солнышко, да? Человек зашел, и он сразу излучает какую-то радость. Почему он излучает радость? Потому что радость в нем. Он не изображает радость. Он всегда такой. Потому что со Христом у него все нормально. Он сегодня пообщался, Христос в нем. И это классно. И он делает дела добрые. Не потому, что его религия обязывает, а потому, что ему не мьется. Потому что ему хочется. Потому что Бог побуждает. Потому что любовь его переполняет. Он не может пройти равнодушно мимо человека, который сидит на скамейке на улице и плачет. Горько-горько. Он не пройдет мимо человека, который там в нужде, жутко, и находится, ты понимаешь, ты такой делаешь, и тебя нет дела, ты не заметил, у тебя нет времени и так далее. Любовь Христова к тебе не даст тебе пройти равнодушно. И ты сделаешь не потому, что должен, не потому, что тебя кто-то увидит, а потому, что ты любишь Христа. Понимаете, да? Есть разница между первыми и вторыми делами и Ефетской церкви. Иисус говорит, первые дела были у тебя в сочетании с первой, главной любовью. Любовь наполняла твои дела. Любовь, не важно, кто перед тобой стоит, приятный, неприятный человек, старый, молодой, ты любишь, потому что, и вот ты проявляешь к этому человеку любовь и внимание, потому что Христос тебя любит в этот момент, и ты переживаешь эту любовь. Тебя движутся в любовь. Любовь Христова объемлет нас, Павел говорит. Объемлет, значит, настолько нас обняла вот так, и она нас несет. Мы не в своих руках, мы в объятиях любви Христа. Сегодня, днем, утром, вечером, завтра, ты будешь в любви Христовой, будешь объемлемой ты. Любовью. Да? Если нет, вы не планировали, вы не переживаете этого сейчас, поверьте мне, это переменит вашу жизнь. Если вы начнете исполняться Божьей любви, это очень сильно меняет взгляд на себя, на семью, на своих родителей, на жену, на дела, которые ты делаешь. Все меняется, моментально. ты классный мотиватор. У тебя появляется вдохновение, даже если ты устал, даже если ты просто одно и то же делаешь и никаких результатов нету, да, может быть, никто не ценит этого, ты все равно будешь что делать, потому что Христос любит тебя, ты это переживаешь. И ты любишь его в ответ тем, что ты раздаешь, получая мой любовь. В этом проблема Ефетской Церкви. Они сделали сквозными богословами, они испытали апостолов, лжеучителей, они нашли лжеучителей, вычислили их, выставили их на позор, они прекрасно Божье Слово знали, они трудились, не знамогали, но при этом все оставили внутреннюю, трепетную любовь в отношении со Христом. И если этой любви нет, все остальное Павел в 13 главе 1 послания Коринфянам говорит, если я и любви не имею, даже если тело свое отдам на все сражения, какая мне от того польза? Ноль пользы. Если я буду и пророчествовать, и буду языками ангельскими человеческими говорить, какая польза? Я буду медленнее еще этим волок чаще. Я абсолютный ноль. Без людей абсолютный ноль. То есть любовь Христова в нас является основным ингредиентом смысла существования нашего. И спасение, о котором мы говорим, оно только во Христе. Оно не существует отдельно от Иисуса. У нашего спасения есть имя. Его зовут Иисус. Понимаете? И у благодати тоже есть имя. Ее тоже зовут Иисус. Благодать его спасено это не просто нечто отдельное живущее от Иисуса, какая-то отдельная ипостась. И Павел говорит, благодать его исправлена через веру, если не от вас не от дел, чтобы кто-нибудь полился. Божий, да. Что это за благодать такая? И вот если вы до сих пор гадаете, в чем Божий благодать, так это Иисус и есть. Это его личность, это его отношение к людям. Это то, как он прощал, как он исцелял, как он говорил. Да? Благодать это Иисус. И спасение это тоже Иисус. И если ты имеешь Иисуса, ты имеешь и благодать, и спасение, ты можешь вообще не переживать. И ты не услышишь от Иисуса, я никогда не знал тебя, иди от меня, делающий беззаконие, прочь. И при этом ты можешь быть частью религиозной системы, можешь прям упахиваться до последнего дыхания, да? И до изнеможения, и свое тело на это насосожжение отдать, но при этом не имеет ли любви, да вдруг, к удивлению своему, ну не дай бог, услышишь вот такой вот приговор или оценку своей жизни, я тебя никогда не знал, ты вообще кто такой? Можно? Да. А как тогда понять это, когда он говорит, что если не так, то есть ты раскаешься сначала здесь, говори, да? И если не так, а если не раскаешься? Сдвинув светильник. Да. А если не так, значит, а если не покаешься? Да. Тогда я сдвину светильник вместо его. То есть он обращается к ангелу церкви, и церковь это светильник в этом месте, в Ефессе. Из-за того, что церковь не услышала, самое, вот, парадокс в этой ситуации состоит в том, что, конечно, Иоанн, который слышит эти слова, да, который записывает для ангела Ефессской церкви, он же формально, несмотря на то, что был в ссылке на острове Патрас, формально, он все еще считался епископом Ефессской церкви. Сам Иоанн. Его называли апостолом каким? Кто знает его прозвище? Апостол любви. Апостол любви. Иоанн. И, естественно, услышать подобные вещи в отношении той церкви, над которой он был епископом, и к которой он вернется после того, как ему объект амнистии, он с острова Патмос вернется в Ефес, как вы думаете, получив откровение на Патмосе, то, что Бог имеет сказать его церкви, его, да, подначальной церкви, как вы думаете, что он им говорил после этого? зачитал вот это вот послание Ефесской церкви, своей церкви. Призывал покаяться. Покаяться вернуться в первую любви. И сделать светильник означает, что я церковь в этом месте уберу, церкви там нет. Она очень быстро исчезла. Еще неделю. А? А люди разбежались. Город Ефес интересен был тем, что когда-то там была пристань и порт. Теперь там этого нет, вода ушла. И город остался абсолютно без воды. Помимо этого, в городе там была очень плохая вода сама по себе была. Так что туда был направлен Тимофей. Помните, по его Тимофею пишут, «Встречу употребляю кроме воды еще немного вина ради частых недугов желудка». Потому что в Ефесе была плохая вода. То есть это очень интересный образ. Как физически этот город вымер фактически. Сегодня называется историческая старая часть города туда и Курске водит. Она совершенно абсолютно безжизненная. Абсолютно просто ничего там нет. Одни развалины и могилы Иоанна Богослова, которые водят на паломников. Турция. Малая Азия. Передняя Азия. Я еще не забыла. Кстати, люди перенесли в Существо в Существо. Это очень важный момент, потому что мы читаем в Писании, когда народ израильский выжил из Египта, как Бог решал проблемы с водой. То есть вода, как таковая, она не могла быть проблемой для Бога. для Израиля в пустыне давал воду из скалы. Да? Горькую воду делал сладкой, потому что взял, пришли, назвали вместо Мара. То есть горькая вода, взяли, что делал на Си? Просто туда кустового дерева. И вода стала сладкой. То есть для Бога вообще нет проблем с водой. Дело было совсем другом. Причина была в том, что церковь не услышала призыв к покаянию. В целом руководство церкви, будучи под началом уже стоящего и умирающего Иоанна Богослова, они решили, поскольку церковь большая, значительная, многочисленная, богатая и так далее, влиятельная, очень трудно убедить в чем-либо уверенных религиозных людей. Очень трудно убедить. Даже если будет говорить апостол. Если Иисус был религиозным людям в Израиле, несмотря на все чудеса и знамения, его никто не послушал. Вы понимаете? Утвержденную церковь, которая стоит на своем авторитете, очень трудно переубедить. И бог сдвинул святерник. Самое удивительное в том, что смирно следующая церковь во второй главе откровения, эта церковь живет и существует до сих пор. Эта церковь уже 2000 лет скоро будет. Удивительная история. Для меня она очень показательная. Церковь филографийская тоже до сих пор существует. То есть и в святернике из двух семей церквей и две церкви остались существовать. И выжили, пережили это время. Разве это не доказывает, что они были в церкви и они потеряли спасение? Нет. А как тогда поднять? Господь же в церкви обращается. А спасение Господь дает не группе людей, а личному каждому. Лично каждому человеку. Поэтому здесь речь не о спасении идет. А судьбе церкви. Группе людей. Сдвинул святерник. То есть группа людей. Но сдвинул. То есть они же потеряют спасение? Нет. Бог наказал их. Он лишил их служения. Он дальше их погнал. Бог, я думаю, не отречется. Человека пока Бог, пока человек не отречется, я думаю, что эти люди отреклись. одно дело потерять спасение это совсем другое дело, когда ты теряешь служение, возможность служить. Жребий теряешь служить. Просто потому, что ты не понимаешь принципов. Потому что ты, будучи служителем, передаешь некое знание о Боге, как с Ним строить отношения, как служить, как распространять Евангелие. И Бог может лишить служения за такое. То есть обращение к Екиферской церкви это не речь о потере спасения. Вообще нет. Потому что Иисус ходит среди семи светильников и семь звезд в правой руке его. Правда? То есть мы не видим, что там шесть звезд или шесть светильников или пять или два осталось светильника. Церковь-то осталась, допустим. А люди-то не все. Люди разбежались. Так же, как с Израилем. Господь же не решил спасение Израиля. Правильно? Вот как и в пустыне. Кто не вернул, погиб. Да. То есть принцип когда Павел когда Иисус обращается к церквям, он говорит с ними о том, что они должны быть светильниками. И убрать светильник с места его, значит потушить светильник и в этом месте в Ефесе светильника уже больше не будет. То есть они не будут распространять Евангелие как церковь. Он не говорит индивидуально в этом послании о людях конкретных. Он говорит о церкви в целом. Пересмотрите. Это уже, конечно, тем, кто говорит. Это не церковь. Люди, которые придут и будут утверждать, что они достойны спасения, потому что имени его пророчествовали, имени творящих и так далее. Это не церковь. Конечно, никогда не может быть человек, опознавший Христа, имеющий Христа, вдруг взять и на родном месте отречься. Как это возможно? Я не считаю, что это возможно. Они не знали его с самого начала. То есть какая-то была ложная уверенность. С нами мы делали всякие дела религиозные. Правильно? То есть если перенести проекцию на нас, да, и говорить первое желание моё было в написании этого послания о чём? Об общем для нас спасении. Спасение мы имеем в ком? Во Христе. То есть оно для нас общее в каком смысле? Оно одинаковое. Принцип спасения для всех один и тот же. Это мы едины все. Понятно? Каждый выбирает как-то. Да, да. И мы пришли сюда не потому, что нам обязательны и непременно приятны общие друг друга. ведь мы собираемся не только увидеться с друзьями, правда? Собираются совершенно разные люди в церкви. Прославить Бога прежде всего. Вопрос слова его собраться. А ещё мы и собираемся. Каждый по отдельности приходим. Почему? Потому что мы ведём одной и той же верой к одному и тому же источнику. И наше единство и общее спасение это Христос. То есть фактически Иуда говорит я собрался писать вам об Иисусе. Я о Христе собрался вам писать. Потому что Он есть наше общее спасение. Понятно? Я вот такое длинное вступление по этому стиху сделал. Просто подчеркнуть что спасение вне Христа не бывает. Кто-то говорит о вне церкви нет спасения. Это неправда. Вне церкви бывает спасение. Спасается человек и потом становится частью церкви. Он не спасается потому что стал частью церкви. Поняли? Телегу перед лошадей не нужно ставить. Человек спасается и становится частью церкви. Он не спасается потому что он часть церкви. Всем понятно? Я несколько раз повторю чтобы было отлично. Двигаемся дальше. Но несмотря на желание Иуды писать это послание о позитивных отличных хороших очень положительных жизнеутверждающих вещах таких как общий наше спасение во Христе Иисусе он резко меняет тему своего послания. И пишет «Я почел за нужное написать вам повещание подвязаться за веру однажды переданную святым». Очень витиватый слог в русском истандальном переводе который если перевести на русский язык современный будет звучать так «Я вам написал призыв до агонии до полного бессилия сражаться и отстаивать ту веру которую Бог передал освящаемым святым людям то есть верующим». Стоп Вот в этом слове «подвязаться» есть слово греческое «агония» там «эп агонии» «тэдэдэн» там сутфикс еще один Слово «агония» это что? Кто знает? Да когда жизнь тебя покидает да и душа остается с телом в этот момент это «агония» называется и это слово «агония» состоящая частью этого слова подвязаться это единственный раз упоминает вообще-то слово «номзарятие» и назначает сражаться до последнего дыхания стоять и не сдаваться отстаивать и не сдвигаться ни на миллиметр да поняли ни шагу назад это приказ ни шагу назад или смерть вот это вот что о чем захотел написать Иуда сражаться за веру которую однажды Бог передал нам верующим как вы скажите бывает у вас компромисс со своей верой иногда вы слышите какие-то вещи которые говорят вслух рядом с вами и вы такие вот сейчас богохульство вот сейчас ересь вот сейчас ерунда чаргупость сказал про Иисуса про Бога вы что выбираете промолчать про тимнего или все-таки отстоять что-то сказать слово хотя бы если есть возможность попробовать отстоять есть хотя бы желание да очень интересно как мне однажды второй раз третий раз люди стали присылать ссылки на видео с программами Александра Белевчинизу Невзорова зацени посмотри ну долго не буду я не буду и закланировать в общем у него есть общие эфиры с Наэхи Москвы и так далее я такой однажды посмотрел и он каждую передачу которую они прислали он там ругает церковь ну это ладно полдела хорошо церковь может быть виновата ее там может быть и нужно где-то ругать я уже на это не обращаю внимания потому что церковь может быть неправа легко так он мало того он еще на Иисуса там постоянно что-то говорит просто смеется высмеивает говорит у нас есть один раввин с вертикальным взлетом да вот так он называет Иисуса он говорит Иисус был тунеядцем и учил тунеядство и призывает называть там какую-то главу Евангелия от Марта какой-то стих Иисус тунеядец стиха да и он упоминает например когда приходят и говорят а не дадите ли подать налог на храм он говорит Петру идти загрось уду поймешь рыбу и изо рта ее достанешь статир и отдай за себя и за меня вот да он берет этот момент и говорит вот и видите Иисус бездельник плотник бездельник и он учит других бездельничать Я это дело значит смотрю и совершенно безнаказанно а большинство людей которые смотрят вот такое а у него очень большие просмотры у него там около миллиона трехсот там тысяч подписчиков то есть он книги пишет люди покупают он лекции читает платные люди реально платят деньги по десять тысяч за то чтобы прийти но там есть знакомая одна в Петербурге которая приходит в отель Гильвеция когда он там эти открытые эфиры делает и она ждет потом прийти ему бумажку дать с вопросом она верующая и она мне потом рассказывает что чтобы попасть на эту лекцию на этот на этот живой эфир нужно десять тысяч заплатить потом если человек хочет получить автограф он должен книжку купить сначала для того чтобы сфоткаться с ним и сделать он на этом реально зарабатывает он делает на этом деньги да человек хайпует на этом и он нет и бросит какой-нибудь камень в сторону Иисуса в сторону Бога вообще в сторону Израиля еврея он там бросит камень он так вот высмеет да он умеет высмеивать я терпел молился молился и давай ему каждый раз отвечать в комментариях понимаете нет он ни разу не ответил и мне кажется что за то что человек говорит за каждое праздное слово которое человек говорит даст отчет даст ответ в день суда но но с нас Господь сейчас секунду Господь с нас спрашивает если мы имеем возможность сказать мы просто обязаны сказать если вы помните пророка Иемио Бог предупреждает пророка Изекииля Бог предупреждает он говорит иди и скажи этому народу все что я говорю и говорит и будут они слушать тебя и не будут ибо они мятежный дом если ты сейчас если ты скажешь грешнику да который делает грех смертельный если ты скажешь ему и он услышит тебя и покается обратиться да что я сделаю я его прощу и все хорошо приобрел человека да и Господу пришел человек если же ты сказал но он не послушал он пойдет по этому греховному пути погибнет но кровь его я защищу с него самого потому что ты его предупреждал и он знал если ты ему не говорил ничего не говорил не предупреждал его и он пойдет и умрет тогда кровь его я защищу с твоих рук потому что у тебя была возможность сказать и ты не сказал понимаете что на нас есть ответственность и мы просто обязаны говорить мы не можем молчать иисус говорит если кто постыдится сына человеческого вроде всем развращенным что произойдет то и сын человеческий постыдится перед овцом и ангелами его да серьезно я думаю это большая ответственность для того человека который знает Христа и который слышит богохольство в отношении Христа и Бога в отношении народа его нужно обязательно что-то сказать подойдите скажите что Бог все-таки любит тебя знаешь ты лучше поосторожен с такими вещами не говори так опрометчиво потому что ты же смертный человек а Бог ведь есть Иисус за тебя умер и он заплатил своей жизни для того чтобы ты не погиб не говори против него ничего такого ты хотя бы не молчи ты просто помолись и хотя бы поинтересуйся тем что он сделал против тебя то есть на нас есть ответственность говорить пользуйтесь такой возможностью пока она есть хорошо да Алекс я хотел сначала про них все уберем вообще фу-фу-фу я с Юрой общаюсь он знает что я в церковь хожу но если он умрет а я ему не рассказал Евангелие а с меня спрос был а почему не рассказал до сих пор я не знаю расскажи не стесняйся я могу свое свидетельство рассказать я то пришел через панк-рок ну отлично это очень классно спасло мне кажется шанс возможности я просто сначала стеснялся из-за того что он панк а сейчас боюсь потому что мама умерла и как бы это на болячку давить и просто как он отреагирует не бойся это как раз очень мягкая почва и пускай он получит утешение через Христа это для него самое лучшее что можно подкрыгнуть это Евангелие ему нужно утешение ему нужно спасение иначе он погрузится еще большую тьму вот поэтому помните молиться если у тебя есть возможность да спрос конечно с нас из тебя тоже у тебя спрос будет если он согрешает а ты он воруй не воруй а Христе надо рассказать понимаешь Николай смотрите мы можем совершить ошибку я здесь прокомментирую дальше пойдем смотрите можно совершить ошибку и бегать за как Дон Кихот за мельницей витринами людям на грехи тыкать не в этом Евангелие состоит да мы о Христе должны рассказать не каждый грех там надо брать и уковыивать из человека потому что человек по другому жить не умеет он не понимает как он не знает как жить так по другому это можно понимаете да самое главное о Христе рассказать потому что даже у христианина куча проблем которые нужно исправлять что за да что мы что законченный продукт что да нет конечно и в моей жизни есть куда-то там ткнуть пальцем и сказать слушай вот здесь что-то не так мне кажется да я соглашусь с этим потому что действительно это так смотрите дальше читаем итак ибо вкрались некоторые люди вкрались а значит оказались среди нас незамеченными сделая это тайно секретно незаметно издревле предназначенное к этому осуждению нечестиво обращающее благодать Бога нашего в ходу к расходству и отвергающие единого влады Бога и Господа нашего Иисуса Христа вот вопрос у меня кто-нибудь вы видели что заходит в помещение церкви да в собрании заходит человек привет я тут известный небезызвестный такой пресловутый лжепророк здрасте я пришел вам лжепророчество говорить нет такого не бывает приходят люди Иисус Иисус предупреждает о лжепророках что они дают как волки в овечьей шкуре их признать очень тяжело отличить царец практически невозможно Иисус говорит о плодах вы знаете их говоря конечно же о лжепророках потому что плодом деятельности лжепророка является что? он говорит от Божьего имени да? он говорит плодом лжепророка является пророчество его если его пророчество не исполняется мы узнаем по его плодам то есть по его словам что он кто? отца он или волк мы узнаем кто он такой как бы он не перекрашивался во что бы он не одевался переди вас перебывался мы узнаем человека потому что он говорит и тому что происходит если он лжепророк сказал лжепророчество то исполнилось что с ним дальше делать? не это не наш метод его во первых не надо больше верить его не надо больше слушать во вторых призвать его к покаянию если человек не согласен попросить его ну зачем тебе мучиться среди нас мы тебя все равно не признаем уже пророка ну и соответственно если ты не меняешь свой образ жизни зачем ты будешь и нас тогда мучить ну и поищите себе другое собрание пожалуйста то есть никто же не заставляет вас быть здесь мы с тобой все равно не согласны я знаю несколько таких уже пророков есть среди них мужчины и женщины которые выдавали себя за пророков говорили что-нибудь это не сглывалось и потом эти человеки люди исчезали из церкви постепенно потому что ну все понимали что за человек вообще и как к его к словам относиться и каждый раз он издевает руки к небу и говорит так сказал господь или мне господь сказал такие словосочетания должны вызывать у вас как минимум осторожность потому что если человек сегодня говорит сегодня Бог так сказал а завтра вдруг другой Бог сказал надо помнить что Бог не изменен он не так поступает и не так говорит у меня есть один друг очень давний еще со школьных лет который завел себя нашу такую привычку такими словами кидаться мне Бог сказал мне Бог сказал мы его обличили раз и два сказали ну слушай хорош уже он ходил он очень такой яркий миссионер был он песни писал и так далее вот и проповедовал хороший одаренный но мы слушай говорим мы тебя любим но давай-ка ты заканчивай уже с такими фразами просто ты если думаешь что так Бог сказал ты так и скажи я думаю что вот Бог вот так на следующий день когда ты поймешь по-другому ты скажешь а я передумал и ты не окажешься виноват потому что ты просто не так услышал к примеру или тебе показалось так же же Бог к людям выдающим сердце пророка в ветхом завете обращается если ты видел сон рассказывай как сон если у тебя было видение расскажи как видение и только если действительно тебе Бог сказал прямо и ты это точно можешь подтвердить тогда говори как Божье Слово пожалуйста мы не против но только не надо выдавать желаемое за действительное горе тем пророкам которые побежали говорить то зачем я их не посылал Господь говорит и говорит от моего имени тошно не было не приходило даже мне на сердце Господь это очень большая опасность вы представьте себе что Иуда в начале когда садится на написание послания в огромное желание написать о классных положительных позитивных вещах чтобы утвердить церковь во Христе в спасении и потом говорит знаете что я передумал я буду писать о том чтобы сражаться за веру которую нам предал Бог предал Бог до изнеможения до последнего дыхания потому что среди нас есть незаметно прокравшиеся люди которые выдают себя за пророков которые ведут при этом совершенно другой образ жизни слышали историю про Рави Захареса который вот умер буквально в начале этого года по-моему и в конце того года слышали про такого апологет известнейший Рави Захарес у нас даже в библиотеке были его книги например может ли человек жить без Бога или Иисус среди других богов нет не слышали то есть он выступал по университетам у него были крупнейшие дебаты с умнейшими людьми и он таким умным таким языком говорил все время его было прям наслаждение слушать как он там раз одного развенчал второго третьего как он прям налито логическое мышление мощнейшее было его шутку все уважали а потом выяснилось а я с ним как-то встретился в Индонезии когда там работал вот в одном лифте едем мы его переводили там на одно выступление и я что-то смотрю познакомился с его сыном познакомился с его служителями и мне он что-то закрался такое и наоборот замечаешь чего-то не можешь объяснить словами ну бывает такое ощущаешь что-то что-то не то что-то не так но сказать определенно что именно ты не можешь и до этого определенного времени ты не можешь не можешь об этом ничего определенного сказать ощущение есть чего-то не того и вдруг выясняется что его служение всемирное, международное, содержало большое количество всяких заведей, типа массажных салонов. И эти массажные салоны он посещал сам, где получал не только массажные услуги. И когда это вдруг вскрылось, и когда это вдруг объявили, и потом официально признали, началось следствие, начались признания и свидетельские показания со стороны женщин, которым он приставал, а потом он заболел, у него обнаружился рак, стеновый мозг или что-то такое, и он в итоге скончался. И его книги, его проповеди, его выступления с официальных всех каналов поубирали. И это был шок, это был шок для очень большой части христианского мира, потому что очень многие его уважали, очень многие его любили, его книги были приводимы, были на многие-многие языки мира. Очень уважаемый человек был. И вдруг вот такой позор на весь мир, просто позорище. Раби Захарис? Да, Раби Захарис. Он индейец по происхождению. Раби Захарис, это по-еврейски? Нет, имя у него такое было. Таких очень много. И вот понимаете, что я хотел сказать, что есть люди, которые могут говорить правильно. Здесь Иуда подчеркивает, что вкрались некоторые люди, как Исуф говорит, волки в обещей шкуре, которые могут говорить, как пророки, могут говорить авторитетно и правильно, но при этом что они делают? Обратите внимание, две вещи они делают. Они обращают благодать нашего Бога в повод к распутству. То есть мы как понимаем благодать? Есть четкое определение благодати. Апостол Павел, в послании Кремлина, она там благодать очень широко объясняет. В нескольких главах. В послании Кефесина Павел говорит, что благодать обеспечены. Благодать это что? Незаслуженное благоволение. Милость – это да, в переводе с греческого. Нет, милость отличается от благодати очень сильно. Благодать – это когда на помилованного преступника изливаются благословения. Еще раз. Помилование – это отмена приговора, заслуженного по преступлениям твоим. Ты заслуживал смерть, Бог тебя освободил от этого наказания, от вечной смерти освободил. Дальше благодать – это то, что взяли, этого упрощенного, помилованного, и одели в прекрасные одежды, дали снова кольцо, да? Перстень именной. Пригласили к столу, назначили наследником, объявили там почести и так далее. Вот это вот благодать. Что сделал Христос? Смертью оправдал, отменил приговор. В воскресенье, что сделал? Привел на встречную жизнь через оправдание, потому что он доказал, что его смерть была небесполезна. Всем понятно или сложно говорю? Благодать необходима, потому что она не только отменяет приговор, она восстанавливает человека в его наследственных правах. Он становится Божьим чадом. Он не просто прощенный гражданин, теперь гулять свободно, да? Он получает усыновление во Христе. Милость это прощение? Милость это прощение, отмена назначенного приговора. Понятна разница? Ну, так ты лишь честно-то говорил, что благодать ему спасены через мило. По милости поднятия. Еще раз. Там Павел и о милости говорит. Он милость употребляет, милосердие употребляет, благодать. Вот смотри, чтобы мы с тобой сейчас не разбирали это, ты прочитай целую главу, и все с веселами еще раз, и ты увидишь, что нам Павел говорит и о милости, и о благодайте, чтобы нам не путаться сейчас, да? Еще раз объясняю. До ясности. А наша благодать, чтобы мы были в милости? Сейчас, секунду. Человек, переживший помилование, переживающий благодать, он будет таким же по отношению к другим. Если он такой же по отношению к другим, ты понимаешь, а знает человек Бога или нет? Его милости в благодать. Если он наполнит благодать, все милости, значит, он знает Бога. Если нет, он наполнен осуждения, постоянные обиды и так далее, то наверняка он не управляет как раз с получением, как в притче о тех должниках, да? О должнике, которому Господин простил, он вышел на крыльцо и начал душить другого должника. Своё предположение, откуда этот человек попадает? Какой? Лжепророк. Читаем? Да. Лжепророки идут в ад. И второе, что делают эти люди? То есть они берут, благодать истолковывают, первое, благодать истолковывают как вседозволенность, то есть если я служитель, если у меня есть положение, я уважаемый, через меня Бог много чего делает, значит, я могу позволить себе расслабиться в личной жизни и тайно делать то, о чём вслух говорить даже стыдно. Как с этим вот товарищем, про которого я сказал, понимаете, да? Второе, что они делают? Отвергают единство владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Это вторая категория, не обязательно конкретно про этого человека, это может быть как раз доказывать владычество Бога и Иисуса Христа, но есть люди, которые берут и на основании каких-то своих авторитетных достижений утверждают, что Иисус не Бог, Иисус не вторая личность Троицы, что Он никакой не посредник, Он всего лишь пример для нас, что мы каждый заслуживаем спасения сами и так далее и тому подобное. Таких уже учений перечислять можно очень и очень много. То есть те, о ком говорит Иуда, представляют для церкви реальную опасность. И они вкрадываются как? Они с порога кричат, что я уже учитель, я не верю в вашего Бога, и я сейчас вас буду всех переубеждать. Нет, они вкрадываются и оказываются среди нас. 20-ю главу Деяния, помните, прощание Павла с Ефесскими пресвитерами? С Ефесскими пресвитерами, помните? Он говорит очень неприятные вещи. К сожалению, у нас нет времени, что открывать и читать этот разговор. Запишите себе, пожалуйста, Деяние, 20-я глава. Депаев говорит, что извне к вам войдут лютые волки, которые не пощадят стада или церковь. Второе, из вас самих вас станут люди, учащие превратно, и уведут людей за собой. Он говорит о внешней угрозе Ефесской церкви. И говорит о внутренней угрозе, что угроза будет на церковь наступать как со стороны людей, которые из вне будут пытаться ее изменить или уничтожить, а и будут люди, которые изнутри начнут учить превратно, то есть не так, как изначально было предано через Евангелие его апостолу. Будут изменять учение, изменять Евангелие. И Павел говорит, вот так нужно будет на это обращать внимание и таковых людей иметь на замечании, то есть присматривать за ними, потому что эти люди, которые не придерживаются настоящего учения о благодати и видения Иисуса Христа, того, кто Он такой, эти люди, они не должны свободно учить и ходить, и кого-то там в чем-то убеждать. Церковь обязана присматривать и ограждать от подобного влияния людей более слабых. А эти лжепророки, так называемые, да, эти овцы, овцы, ловящие шкури, они выбирают себе, как правило, они очень тонкие психологи, они выбирают себе людей послабше, помладше, новообращенных, которые еще не смогут ответить ничем, они не знают, а эти подкованы, они замечательно знают. Вы понимаете? И как подобный, как змей, подошел к еле и сказал, а правда ли сказал Бог? А потом, через сомнения посеянные, делают вывод, знает Бог, что в день, когда вы вкусите этого плод, вы не уверяете, но станете, как Боги, знающие доброе зло. Дальше смотрите. Пятый стих. Я хочу напомнить вам уже знающим. Это что Господь избавил народ из земли Египетской, потом не веровавших погубил, и ангелов, не сохранивших свое достоинство, но оставивших свое жилище, соблюдая в вечных узах, под мраком носов великого петня. Почему он об этом-то говорит? Скажите, пожалуйста. Почему он вспоминает египетский исход? Он обращается же к церкви, не к израиле. При чем здесь исход? Что они вышли все. Но дошли не все до Ханаама. Согласны? Кто из прежнего поколения вышедших из Египта вошел в земли Литавана? Сколько их было человек? Кто помнит? Иисус Навин и Халев. Даже Моисей не смог войти. Двое вошли. А с остальными что случилось, которые вышли из Египта? Погибли те? В Тенасской пустыне? На Раисском полуострове поревли костями. Жалко? Начали хорошо, закончили плохо. Да? Поэтому это послание не только предупреждение, а это еще призыв к тому, чтобы вы помнили, что можно начать очень-очень хорошо. Можно на самом старте вспыхнуть, как яркая звезда. Нет, спасение не потерять, не дойти до земли обетованной, не получить благословение и полноты жизни. Потому что Бог-то спас. Понимаете? Физически они не дожили. И тут не надо как бы путать. Мы не достигаем спасения, в смысле, мы не работаем для спасения. Мы не заслуживаем спасения. Если коротко. Да, коротко. Тогда Иуда Искариот тоже не потерял спасение. Почему? Иисус сказал, лучше бы ему лучше не родиться, да? Человек, которому Сын человеческий предается. А почему ему дело было, что он не в Преслоне не оказался? С чего это? Потому что Бог не новости. Он сам повесил. Конечно. Если человек лишает себя жизни и идет против того, что Бог, против утвержденного Бога. Ну, так если человек пришел, покаялся, уверовал, а потом согрешил и не покаялся, он все равно не потерял спасение? Пока что? А в Житьев надежда? Если человек на вам накладывает на себя руки, это что? Ну да, но всегда есть «если». Он не покаялся. Дело в том, что мы отличаемся от Бога Ча. Мы на человека глядя сегодня. Мы можем с уверенностью сказать, спасенный он или нет? Конечно. Как в речи повыдергивают. Всех надо повыдергивать. Он говорит, подождите, до жатвы. Это было бы здорово, но только Иисус говорит, что Господин говорит, давайте не будем этого делать, потому что вместе с этими плеелами мы выдерживаем пшеницу. Давайте подождем, до жатвы. То есть до конца века, до суда. Так понятно, что всегда есть «если». Но вот это «если-если» не использовал человек, то где он будет? Если человек не использовал, если-если… Вот это, смотрите, есть моменты, когда человек теряет жизнь вот так вот, неожиданно. Не от него это зависит. И в этот момент никто, если есть, кого-то определенно не может. Успел он там, не успел. Правильно? Но есть. Николай, ты знаешь, что такая путаница, да еще больше допутаешься сейчас всех, пытаясь каких-то комментариев своих говорить. Хочешь сказать, то лучше подними руку. Мы пока сейчас разговариваем, пытаемся, да, не вклиниваться пока. Так вот интересно, что если человек имеет время, как Иисус описывает, да, я дал время ей за верой покаяться, но она этого не сделала. Подвергаю ее вместе с теми, кто был с ней, она в этом блудодеянии, на это смертное воду, и они повергаются в проклятие. То есть, четко совершенно и понятно. То есть, если человек имел время и знал, и не пользовался, совсем другой будет спрос. Правильно? Конечно. А спасет человек или нет, можешь сам за себя дать отчет или Бог знает. То есть, если я знаю Христа, и он меня знает, не просто как, вот я с ним рядом ходил, я его знаю, как он выглядит, как его звать, да, как он говорит таким голосом, что он там любит покушать, нет. Знаю Христа, как апостолы Англые, мы раньше осизали его руками, слышали его ушами, смотрели своими очами, теперь мы не так знаем его. Тогда утверждать, что нельзя потерять спасение. Только мы хотим знать. Смотрите, потерять спасение нельзя. 100% нельзя его потерять. От него можно отказаться. Это всегда сознательный шаг. Всегда сознательный шаг. Бог всегда говорит, если вы, то я. Если вы, если вы не покаялись, то... Вот. Это всегда сознательный шаг. То есть, это не потеря спасения. Я потерять могу ключи. Где я эти ключи потерял? Не помню, где я, да? И спасение – это не ключи, да? Это Иисус, отношение с ним. И он меня не оставит, как сын отца блудный, придя к отцу, он же себя каким считал? Он себя считал лишившимся права сыновства. Так или нет? Но отец его считал своим сыном? Он раскаялся. Ну, смотрите, это понятно. Я спрашиваю его восприятие самого себя. Он считал себя сыном своего отца в этот момент, когда возвращался назад? Нет. Он говорил, я не достоин называться сыном твоим, прими меня в число работников твоих. То есть, он себя из числа сыновей и наследников вычеркнул. Ну, и при этом он раскаялся. Его сердце Бог... Но он не знал, в тот момент, что это будет значить. Потому что его покаяние... Ведь мы что читаем в Писании? Что помилование зависит от просящего милости или от Бога милующего? От кого зависит? Правильно. То есть, человек, который кается или он просит прощения, он не может быть уверен. Он может быть уверен только в Боге, который действительно хочет спасти и хочет помиловать. Потому что Бог не хочет смерти ни одного человека. Бог желает спасти. И он делает для спасения человека все-все-все возможное. Он не ищет моменты, пока ты споткнешься, наконец-то, и могу тебя правильно осудить. Ну, не такого Бог по сердцу. Совсем не такого. Понятно. Да. Поэтому мы когда... Я к чему сейчас хотел? Кто-то хотел прийти, что-то прочитать. Прости, что-то. Что-то хотели прочитать. И мы хотели уже почти заканчивать. Сейчас придется возвращаться снова к тому, откуда я забыл. А вот шестой стих. Ну, да. И вот там где-нибудь написано, что Иудар был спасен. Мы читаем в первой главе Деяния о том, что он получил жребие для служения сего, но отпал, чтобы идти ему в свое место. Исполнил пророчество, потому что он как бы раскаивший, да, он же пошел удалился и сорвался, и упал, и об камне рассел из чрева его, вылез внутренне с тела. То есть Иисус говорит, лучше бы ему такому человеку даже и не родиться. Целование, не предаешься на человеческого, сказал он ему в 17-м саду. Друг казахстан, да. То есть поцелуй всегда это образ любви, не образ предательства. Радуйся, равей. Поцеловал он, тем самым подав знак. И потом пошел удалился. Ну, ладно. Сейчас, может, потом вспомню. Неверовших погубил, выбив. То есть очень важный момент. Мы можем начать хорошо. Важно и закончить хорошо. То есть Иисус говорит, прибудьте во мне, как ветвь на лозе. Если ветвь отпадает от вас, за что это не спадает? Это же из природы пример. Совершенно очевидный. Ветвь не может жить отдельно от лозы. На ветке, если ты хочешь зеленеть и быть живым, ты должен оставаться на ветке. И если спасения нет вне Иисуса, то тебе, чтобы быть в ковчеге, нужно оставаться в спасении в ковчеге и не вываливаться за борт. Понятно? Четко? Потому что во Христе спасение, а в нем оно и остается до самого твоего конца. Четко объяснил? Чтобы не было никаких этих... А можно потерять? А не можно, можно не потерять? Ну зачем тебе вываливаться за борт? Зачем тебе туда вообще заглядывать? Будь в ковчеге и плыви до пункта назначения. Да и все будет с тобой в порядке. Чтобы не теряли. Чтобы как не теряли. Чтобы кто не теряли? Конечно. И ангелов, не сохранивших по достоинству, но оставивших свое жилище, дают им вечный хуже. Откройте Ивану Д. Луки в 8-ю главу. И на этом мы будем закругляться. 8-я глава Луки, 26-й стих. Читаем? Все готовы? Приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Не буду объяснять географию, но это фактически напротив от Твериады. Тверя сегодня называется город. Когда же вышел на берег, это сторона Иордана, как бы со стороны ближе к Иордании сегодняшней, да? Когда же вышел на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами долгое время и в одежду не одевавшийся и живший, не в доме, а в гробницах, он, увидев Иисуса, скрипнул, плакал перед ним и громким голосом сказал, «Что тебе для меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего, умоляю тебя, не мучь меня?» Ибо Иисус поделил нечистому духу выкид за этого человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, то есть веревками, сберегая его, чтобы он сам себе не наносил вред. Но он разрывал узы и был гоним бесом, в пустыне. Какую цель преследует бес в человеке? Уничтожить его. Да? Потому что сам бес не находит себе покоя, так же ведет себя и человек, в котором живет бес. Понятно? Потому что бес знает о своей судьбе, поэтому он пытается продлить свое существование, попав внутрь человека, потому что знает, что Бог любит человека. Иисус спросил его, как тебе имя? Он сказал, легион, потому что много бесов вошло в него. Легион – это около 7-8 тысяч человек, вообще-то, римский легион. И то, что этот бес имел имя и регион, возможно, он был силой, как регион, не думая, что там было или 8-7 тысяч бесов, но мы, опасаясь, сколько свиней погибло, да? И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе пошлось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им, бесы выездить человека, пошли в свиней, бросились, бросил в стадо скрутизные в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях и вышли посмотреть на происшедшее. И, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящие у ног Иисуса, одеты в драмуме и ужаснулись. Бегившие же сказали им, как исцелился, бесновавшийся. И просил его весь город Гадаринске о гадаринской ответственности удалиться от них, потому что они объятны были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. В другой Немангеле мы считаем, что бесов было две тысячи штук. И возникает интересная гадаринская богоскопия. Вы знаете его «Забирай мои проблемы, ну не трогай моих свиней». Вот. Эти люди получили нормального человека, гражданина своего же города, которого они жутко боялись, которые бегут, там жут в гробах, всех пугал, имел неимоверную силу, урвал на себе цепи и так далее. Грозил говорить самому себе и другим. И вдруг он исцеляется, они видят, что произошло свиньи, ты бросились в крутистное море, утонули все, да? Но есть в этой истории еще один момент. Иуда говорит, что есть бесы, ангелы, которые не сохранили своего достоинства, в переводе на русский язык, означает, что они перешли черпы, покинули свое жилище, перешли границу дозволенного. Что за дозволенные? Сейчас расскажу вам. И они оказались в вечных узах под браком на суд великого дня. Мы читаем откровения, к примеру, что там была открыта бездна, из нее вышел жуткий дым и смрад, из этого дыма вышли бесы, которые стали мучить людей, живущих на земле. Эти вот бесы, которые были в человеке, они просили Иисуса не посылать их в бездну. Помните, да? Иисус согласился и это слово посвенеет. Из этого мы делаем вывод, что есть бесы, которые живут сейчас в мире людей, и они действуют, в людей вселяются. И на самом деле мы читаем это откровение, что великий большой дракон увлек после своего поражения хвостом с неба какую часть звезд? Третья часть звезд это образ чего? Третья ангелы. Да, образ Третья войского войства, этого ангельского войска, которое ушло вместе с дьяволом в сопротивление против Бога, против Христа фактически. Сколько это ангелов, никто не знает. Мы только читаем о том, что там 200 миллионов ангелов славили Бога в откровении. Мы темы тысячи тысячи. И не знаю, все ли это ангелы, нет, но какая-то часть из них это две трети, от того количества, которые противились Богу человечеству. И эти вот самые ангелы, часть из них, оказались духами злого поднебесного, о которых Павел говорил. Что наши брани против плоти и крови, против мироправителей и цмы и века сего, против духа Бога поднебесного. И с ними мы сражаемся и ведем действительно успешную борьбу. И они повинуются имени Христа и выходят из людей безноватых, освобождаются люди, да? Лично я в этих вещах принимал участие, принимаю участие. Повинуются бесам, действительно. Но есть бесы отдельной категории, которая находится на данный момент в бездне. На этой бездне стоит печать. И бесы, которые были в этом человеке, легион, они умоляли Иисуса не послать их в бездну, потому что эти бесы, которые были в человеке, жутко боятся тех, кто сидит в бездне. Понятно? Потому что они приготовлены на день и час Божьего гнева и будут отпущены только во время великой скорби на эту землю, чтобы мучить человечество и уничтожать его совершенно беспрепятственно. То есть есть вот такая очень интересная тайна. Почему Иуда об этом говорит? Он тоже говорит о тех, кто начал хорошо и закончил очень плохо. Если сначала он говорит о евреях, которые вышли из Египта, но полегли костями в Аравийской пустыне, не дойдя до земли обетованной, также были очень хорошо начавшие в Божьем присутствии ангелы, которые оказывались в итоге в бездне, в узах вечного мрака на день Божьего суда. Представьте себе, каково это вообще? Нормально? Интересно, что вот этот огонь вечного мрака, вечная или внешняя тьма, которую Иисус говорит в притчах, она была для кого изначально создана, эта тьма внешняя? Изначально? Да. Для сатаны и его ангелов. Правильно. Для сатаны и его ангелов. То есть, эта внешняя тьма была не для людей, созданной изначально. Да? Согласны? Потому что Бог умер на кресте в Иисусе за человечество, не за ангелов, не за животных, не за творение вокруг. Правда? Только за людей. И эти вот ангелы, они, имея изначальное знание, будучи свидетелями, как в книге его написано, ангелы Божьи рукоплескали Богу, когда Он творил. Помните? Они были удивительной частью творения, о которой не написано, когда они были сотворены. Они сопровождали первые вот эти шесть дней сотворения, рукоплеща Богу, видя, что Он делает своим словом такие чудесные дела. Правда? Мы не знаем, когда они были сотворены. Но они видели сотворение. Они были раньше человека сотворены. И потом, в последние из дней творения, в шестой день, сотворяется кто? Вместе с динозаврами в один день? Человек. Сотворяется, и будучи сотворен в последний день, этот вот самый человек, сделанный из какого материала? Из того материала, в который превращается в итоге человеческое тело после смерти. В землю. Из элементов. Те же элементы, из которых, да, окружающая земля наша. Из тех же мендеревских. А знаете, анекдот, что вначале периодическая таблица приснилась Пушкину, но только он ничего не понял. И об этом немногие знают. Это для разрядки. Но он не смог. Но он чёрт-чёрт из него объяснить не смог. Так вот, смотрите, что интересно происходит. В тот день творится человек, и эта вот кучка грязи, которую Бог слепил, сформировал, сделал из этого человека, вдумал на него, дав в него лицо дыхание и жизни, и человек стал душе живое, стал говорить, видеть, приобрел образ и подобие Божие. Интересно, что этот пришедший последним оказался первым над всем. Последний будет первым, да? И Бог его поставил, как последнего, створенного из всего, над всем. Почему пал дьявол? У меня по пророку Исаии отдельное есть изучение, когда Люцифер превратился в сатану, когда ангел света, осеняющий хирургин, стал дьяволом, противником и клеветником. Да? Отдельное изучение. Как вам кажется, когда это произошло? Сгордился. А? Сгордился. Когда он сгордился? А когда это случилось? И прослав managed кастали? Я не расслышал всех одновременно, по очереди. Когда нас не были. Когда нас не было? Нас, понятно. Когда нас не было, понятно. Когда именно в истории, в писании, как это описывается, когда это случилось? Восгордился или взбунтовался? Ну, взгордился и потому взбунтовался. Понятно. Наверное, когда человек в�� laz voleю. Да. Подождите, а зачем ему было бунтовать или гордиться до сотворения всего? Причина какая? Высайя. Вот найдите у меня, пожалуйста, отдельное изучение, я подробно там говорю. Высайя написано, что ты был совершен во всех путях твоих, осеняющий огнистый хирургин. Доколе не найдено было теперь в законе в саду Эдемском. Его падение случилось в Эдемском саду. Он был совершенный огнистый хирургин, прекраснейший. И если перевести слова Исаии на современный русский язык, он был утыкан топазами и алмазами. Его тело было как, знаете, на кольцах, на перстнях с камнями есть держатель. Его тело было как огромный держатель множества драгоценных камней. Из его тела торчали всяческие музыкальные инструменты, духовые. Он представлял собой ходячий духовой оркестр. Человек ходил, человек, я говорю, это хирургин, ходил среди огнистых камней в саду Эдемском. И был осеняющий, то есть охраняющий. Он был поставлен как охраняющий покой человека. Во что он превратился? А почему он возгордился? А почему он решил взбунтоваться? Потому что тот, кто был сотворен последним из грязи и унаследовал образ и подобие Божие, получил все. А он не... И он по статусу оказался ниже, чем последний сотворенный, то есть человек, он ниже оказался, чем человек. И он захотел отнять у него это положение через грех, через искушение, через поедание запретного плода. Понятно? И тот свиток, который Иисус получает из рук, сидящего на престоле, в книге Откровения, этот свиток, помните, был напечатан, запечатан печатем, и изнутри, и снаружи исписан весь был. Вы знаете, что именно таким образом, всегда в античном мире, в Израиле в том числе, запечатанный свиток, исписанный, это было что? Кто знает? Купчая грамота. Это грамота, которая позволяет перейти право собственности от одного человека к другому человеку. Это купчая грамота. Почему никто не имел права снять печати с этого свитка и прочитать этот свиток? Знаете, кроме только Иисуса, никто не имел власти написанной. Ни на земле, ни над землей в небесах, ни под землей, никто не имел снять печати, право и прочитать, что в свитке написано. Я сильно и много плакал, написанная, что этого никто не мог сделать, потому что этот свиток имеет огромнейшее значение. Но подошел агнец и, помните, сказал старец, смотри, идет лево с коленой Удина, да, оборачивается, а он видит ягненка распятого и обескровленного всего в крови. Лево с коленой Удина, при этом он весь окровавленный. Агнец Божий, да? Вот он имеет власть взять свиток из руки сидящего на престоле, снять все его печати и прочесть, что написано внутри и снаружи. Что это такое? Вы завдумывались к нам-нибудь? Это купчее на что? На человечество. Это купчее на всю вселенную. Она в чьих руках когда-то оказалась? Ну, как дьявол она оказалась? По чему решению это произошло? По решению человека. Понимаете? Это величайшее зло, которое сделал человек, приступив запрет, отдав право владения земле кому? Ведь Иисус говорит, весь мир лежит во зле. Не просто в неизримом каком-то безликом зле, в конкретном очень даже личном зле. И когда дьявол поставил Иисуса на высокую гору, показал ему все царства вселенной и всю славу, и умовение времени, он сказал, тебе дам все эти царства, и их славу, если, пап, поклонишься мне. Помните, Иисус что сказал? Он сказал, Господу Бога твоему поклоняйся, ему одному служи. Он не сказал, что эти царства не принадлежат дьяволу. Он ему в этом не возразил. Потому что на тот момент действительно право на владение землей, вот человечеством, умами людей, их жизнью, весь мир погружен, крещен фактически, да, слово использовано, погружен в дьявола, в богопротивление. Никто не ищет Бога, Иисус говорит. Все оставили Бога, все делались негодны до единого человека. Все согрешили, что, слава Богу, это разве не про это, да? Что сделал Иисус? Иисус, он берет этот свиток и начинает открывать. Первая печать, вторая, помните, да, семь печатей. И они что? Дальше что происходит? Чем исписан этот свиток? Грехами человечества, богопротивлением с самого начала до самого конца. И за то, что он распечатывает, распечатывает, открывает, да, изливается гнев Божий на землю, книга откровения, жуткие события, великой скорби. Все началось с одного ангела, который не сохранил свое достоинство. А человек взял и пошел у него на поводу. И вся история человечества фактически из-за этой одной ситуации. Мы смертны, мы болеем, мы плачем и рыдаем по поводу утраты своих близких, мы молимся за болеющих. Это все вследствие чего? Проблема разделения, все это, вся эта вот трагедия человечества, войны кровопролитные, ад, который, да, приготовлен для падших ангелов, в итоге там и люди окажутся. Это все из-за чего? Из-за того, кто-то очень хорошо начал, но решил не идти этим путем до конца. Иуда об этом говорит в церкви, потому что вкрались люди, которые хотят повторить судьбу этого Люцифера, которые хотят идти его путем. Он будет перечитать Иуда Каина, Воваама, вот этих людей, да, которые выбрали не тот путь, сделали неправильный шаг, неправильные решения приняли в своей жизни. Иуда к чему? К тому, чтобы мы, начав хорошо, как Галатах Павел говорит, вы начали хорошо, вы начали хорошо. Кто вас заставил, убедил, не покоряться истине? Давайте идти до конца. Это смысл послания Иуды. Давайте будем внимательны к тому, что люди говорят вокруг. Потому что вкрадываются люди, которые будут говорить привратно и будут вести, стараться людей не за Иисусом, а за собой. Да, это очень важно. Церковь принадлежит к кому? Пастору, епископу, архиепископу, Павелевскому. Кому церковь принадлежит? Кто ее купил? Христос купил. И он единственный ее владелец, полноправный господин. Все остальные его служители. Иуда, раб Иисуса Христа и брат Якова. Правда? Растанем. Давайте молиться. Дорогой Господь, я прошу тебя за нас всех, чтобы мы были уверены в своем спасении. Потому что мы знаем тебя, ты знаешь нас. Это очень важно, чтобы никто из нас не обманывал сам себя. Благослови Господь. И молюсь, что если вдруг мы в какой-то момент поймем, что мы там себе что-то не то внушаем, ложная какую-то уверенность, молюсь, чтобы пришло покаяние, возвращение к первой любви каждой из нас, чтобы церковь пребывала в первой любви, чтобы святильник никуда не был сдвинут, чтобы церковь продолжила оставаться светом для этого мира и солью для этой земли. Наславим тебя за то, что ты верный Бог, который не оставит своих, и ты, Господь, до последнего дыхания рядом с человеком, чтобы спасти его бессмертную душу и дать ему вечную жизнь. Наславим тебя за то, что ты милостивый Господь, отменивший приговор и сверху еще насыпавший огромное количество богатств и благословений, принявший нас в свою большую, замечательную, святую семью, где во главе высаживающий Господь. Благослови нас, пожалуйста, и молюсь, чтобы мы не уподоблялись тем, кто очень хорошо начал, но потом развернулся, взявшись за кук, обернулся назад, ты сказал вспоминать жену Лота, которая обернулась на горящий садон и превратилась в соленой столб. Молись, Господь, чтобы так не было с нами, ни с кем, и чтобы мы действительно знали тебя, и однажды познав тебя, от тебя просто невозможно, Господь, отвернуться. И мы сейчас признаемся тебе в любви, потому что другого такого, как ты, нет, и даже не надо искать нигде совершенно, абсолютно понятно, что другого такого, как ты, Господа, Господина, нет просто царя подобного тебе. Поэтому пускай наша жизнь будет посвящена тебе полностью до конца, помоги нам не отельчаться объединением, пьянством или заботами житейскими, как написано, чтобы мы смогли избежать всех ведущих бедствий населенных и представить эту ценно-человеческую. Мы знаем, что такая гарантия есть, такая возможность есть для тех, кто бодрствует, ждет тебя. Каждый день мы ожидаем, славим тебя за твою благодать, благодарим тебя, Господь, за чудесное время, за яркие образы в Писании, и молимся, чтобы у нас сегодня была возможность о них размышлять, и чтобы в нашей жизни все пришло на свое место, в конце концов. Слава тебе за все. Во имя Иисуса Христа. Аминь.